А начнём мы с того, что мы ещё разочек познакомимся. Значит, если вот как меня взрослого называть, то меня зовут Савинов Владимир Борисович. Ну, а ещё я когда пишу детские стихотворения или издаю книжки, я там подписываюсь «Дедушка Володя». А как вы думаете, а почему дедушка? У меня же нет бороды, нет усов. Почему? Потому что вы уже старенький. Нет, я не такой уж старенький, как... Я даже работаю ещё, я не сижу дома на пенсии, поэтому я не старенький. А как ты думаешь? Потому что дети привыкли говорить. Понятно. А дети знаете, какие привыкли прежде всего говорить? Те, которые являются моими внуками. Когда бабушка становится бабушкой, когда дедушка становится дедушкой, а тогда, когда вы рождаетесь, вот у вас есть мама, а есть бабушка и дедушка, а пока вы не родились, их так никто не называет. То есть дедушка и бабушка появляются тогда, когда у них появляется маленький внук, мальчик или маленькая внучка, девочка. При этом бывают дедушки совсем молодые. Им там лет сорок всего лишь навсего. А есть дедушки постарше. Ну, есть, конечно, дедушки и совсем уже старенькие, у которых не только внуки, а уже и правнуки рождаются. Они такие, может быть, с бородами, с усами ходят. Вот. И у меня тоже родились, когда внуки, внучку у меня старшую зовут Юля. Тут есть еще Юля? Поднимите руки. Есть еще Юля? Нет. Нет, Юля. А внук у меня зовут Саша. А Саша тут есть? О, Саша девочка. Только у меня внук мальчик. Ну, Саша такое имя, которое легко присваивают и мальчикам, и девочкам. Вот. Как они родились, и я вот тогда, по сути дела, и стал писать детские стихи. Потому что, чтобы моим внукам было интереснее и друзьям. А вот теперь вам. Я сегодня вам прочитаю много стихов, которых я писал для своих внуков и для остальных детей. Вот. Значит, книжек детских. Вот я вам сейчас покажу. Вот. Одна книжка вот такая вот называется. На Псковщине Черемуховский пела. Такая синенькая книжечка. Здесь вот видите Псков изображен. И там есть глава, которая посвящена детям. Есть книжка такая вообще очень красочная. Книжка из музыкалки называется. Вот здесь совсем недалеко есть музыкальная школа. Кто учится в этой музыкальной школе? Вот. Молодцы. Музыкальная школа имени Мадреса Бетровича Мусоргского. И вот эта книжка, она там и родилась. Я сейчас вам расскажу секрет, почему она там родилась. А называется она именно книжка из музыкалки. А потому что там, в этой книжке, на любой картинке, на любой рисунок, какой я не открою, или любую страничку, там есть рисунок, который нарисовали дети, которые учились в этой музыкальной школе. Они сейчас уже выросли, конечно. Вот. И я на эти картинки написал стихотворение. И из этого всего, из детских рисунков и моих стихотворений, родилась вот такая книжка. Вот смотрите, какая собачка, например, была. Вот. Но сегодня я буду рассказывать немножко про другую книгу. Вот скажите мне, пожалуйста, какой у вас самый любимый праздник? Мой день рождения. Вот, молодец. Как тебя зовут? Мой день рождения. Лиза, очень хорошо. Восьмое марта. Восьмое марта. А у тебя? Новый год. И Новый год. Новый год тоже. Тоже Новый год. А еще какой-нибудь другой праздник? 23 февраля. 23 февраля. Еще? А? Масленица. Замечательный праздник, скажите. 9 мая. 9 мая, молодец. Так, вот. Пасха. 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 Ну что, еще знаете праздник? Давайте, говорите. День города. День города, вот. В Слове очень красивый праздник, День города. Давайте, скажите. Масленица. Масленица уже называли. Ну вот, все. Хватит, ребятки. Значит, много замечательных праздников. Конечно, кроме того, что вы назвали, еще много разных праздников. Но все-таки признайтесь, что самый любимый праздник, это все-таки день рождения. И именно так называется одна из моих книжек. День рождения. И я теперь вам расскажу, почему она так называется. Ведь вот рассказывали вам о том, как рождается книга. Сначала писательный поэт написал стихотворение. Потом он решил эту книжку напечатать. Вон там в издательство приходит и так далее, и так далее. Но писатель сначала думает, а как эту книжку назвать? Потому что вы же приходите в библиотеку, да? Вы смотрите книжку, и первое, что вы читаете, это название. И оно вас либо заинтересует, либо нет. Поэтому я тоже придумал, что для детей, раз у них самый лучший праздник, день рождения, я так эту книжку и назову. И в этой книге есть много глав, в которых разные стихотворения. Но первая глава так и называется. День рождения. Вот. Вот. День рождения так и называется. И скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос. Есть девочки по имени Аня, Анечка. О, раз, два. Мы из одного класса. Да, мало того, вы из одного класса и вместе сидите. Вот я вам сейчас прочитаю такое сказочное стихотворение. Однажды у одной Анечки, что было, а вы узнаете в конце. А называется стихотворение. Самый отличный запах. И вы сейчас будете представлять, как все это было. Утром проснулась Анютка. И что же? Запах из кухни на что-то похожее. Чем это пахнет? Гадает она. Вот почему мне уже не до сна. Только куда там? Гадай, не гадай. Ну-ка, Анютка, быстрее вставай. Это Анюткин животик сказал. Мигом спускайся по лестнице в зал. Это услышали Анины пятки. Спрыгнули на пол из теплой кроватки. И по ступенькам зашлепали вниз. День отозвался в буфете серпиз. Пахнет заманчиво, шмыгает носик. Только вот чем ух и сложный вопросик. Знаю, как пахнут пюре и омлет. Знаю, запахи знаю борща и котлет. Каши, окрошки, колбаски, компота. Знаю, как дедушка пахнет с охоты. Если вернется до ночи домой, Здесь не пойму. Это запах иной. Дверь приоткрыла на кухню. Оттуда запахи, шмяки, шуршуры. Посуда время от времени тихо стучит. Бабушка Люба над нею бурчит. Тут навострились у Анечки уши. Как бы им бабушку Любу подслушать? В этот салат мы добавим лучок. Надо же, Аня, шестой уж годок. Я догадалась, все ясно с утра. Чем это в доме так пахнет с утра? В этом теперь никакого сомнения. Пахнет сегодня у нас днем рождения. Правильно, угадали. У меня сегодня много будет загадок, кстати. Вы приготовьтесь. Будете отгадывать многие завязки. Да. Сто тысячи. А вот скажите, какие вы любите подарки на день рождения? Это я люблю. Так, рассказывай. Я люблю сладкий торт. Лиза любит сладкий торт. Вот она уже почти угадала, о чем я буду читать. Тебя как зовут? Ира. Ира, Илочка, скажи, что ты любишь на день рождения? Рукодельные подарки. Рукодельные подарки. Это когда мама или кто-то старший делает тебя. Вот тебя как зовут? Даша. Даша. А ты что любишь? На день рождения кукол. Куклы. Замечательно. У тебя, наверное, уже много раз ты их любишь, кукол. Тебя как зовут? Гоша. Гоша. Рассказывай, что ты любишь на день рождения? Любые подарки. Любые подарки. Ну, молодец. В общем-то, это демократично очень. Так, Анечка, вот. Шарики. Шарики. Вот такие, да, красивые. Так, как тебя зовут? Вениамин. Вениамин. Значит, рассказывай, какие ты любишь. Я люблю хорошие железные машинки. И то, что сделано хорошо и не из пластмасса. Ну, здорово. Папа тоже такой любит. Здорово. Может быть, у тебя и какой-то конструктор есть металлический? Есть. Есть, да? И водитель. Из которого ты можешь тоже. Нет, я строил. Я. Анечка, ты уже говорила, давайте, чтобы не тратить время, у нас еще много-много надо будет что-то прочитать. Я понял, какие вы любите подарки. В принципе, я знаю, потому что мы же с бабушкой тоже своим внукам постоянно дарим какие-то подарки. Конечно, у них уже много чего есть. И все время думаешь, а кто же ему нравится больше всего? И вот однажды я придумал. Называется «Страна печенья». За облаком везения, за радугой дугой, лежит страна печенья, придуманная мной. Печенье, печенье, без грусти и забот, страны то и население танцует и поет. Конфеты шоколадные в коробочке живут, фигуристые, ладные и в унисон поют. Их родственницы в бантиках гордятся красотой. На сценах в ярких бантиках, в подкладке золотой. Вот пряники медовые, округлые бока, а були туфли новые и пляшут гопокат. Зефир воздушный, розовый, старался, что есть сил, сладчайшую мелодию для гусли сочинил. А вафли земляничные, недели три подряд, а музыки в печенье печатали трактат. Сосочки карамельные с лиловым леденцом напели колыбельную и риском перед сном. С начинкой абрикосовой румяный пирожок. Пастуши перламутровые наигрывал рожок. Не зря звучала музыка в печенье и стране. Все сладости в печенье сказали дружно мне. Ко дню рождения Юлечке мы поздравления шлем. Для Юли, славной девочки, танцуем и поем. Вот, видите, был очень веселый день рождения, когда столько сладостей, полный стул. Ну вы же все любите сладости, правильно? Нет, немножко не любишь. Немножко не любишь, да? Ну, понятно, что кто-то, может быть, себя и ограничивает. Слишком много конфет тоже нельзя. А вдруг прыщики по щекам пойдут. Так, а вот интересно, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что такое фрукты? Да. Знаете. А какие фрукты вы знаете? Апельсин, бандарин, кокос, лимон, абрикос. Так, понятно. Банан. Банан. И банан. Я должен вам сказать, кто сказал арбуз. Ягода. А на самом деле, кто такое арбуз? Ягода. Ягода, правильно, правильно. Так вот, я вам сейчас прочитаю маленькие, короткие стихотворения про те фрукты, которых назвали больше всех. Несколько. А их называют цитрусовые. Слышали такое слово? Нет. Не слышали? Тогда я вам расскажу. Кто относится к цитрусам? Смотрите. Рыжий цитрус, мандарин. Я не буду есть один. Отломлю большую дольку. Угощу соседа Кольку. Есть у нас Коля здесь? А Толя есть? Коля или Толя? Нету. Ну ладно. Значит, он в соседней комнате находится. Мы когда будем есть мандарин, мы ему подарим. А вот такой есть грейпфрут. Слышали, да? Да. Смотрите. На желтый мяч похож грейпфрут. Но тоже цитрусом зовут. Хоть он немного кисловат, в нем много пользы для ребят. Лимон. Лимон. Так, правильно. Ты угадал, Анечка. Сейчас будет именно лимон. Зовется цитрусом и он. Кислющий, сочный фрукт лимон. Растет на подоконнике, на дереве лимоннике. Правильно? Нет. Нет. Слушайте дальше. Тут я, конечно, пошутил. Смеящий кул в стакан налил. Растет лимон в Японии, в провинции Лимоньяк. Нет. Опять, ребята, я шучу. Глоточек чая проглочу. Не буду больше я шутить. Давайте чай с лимоном пить. Правильно? Да. Ну, а если серьезно, лимон так и растет на дереве, которое называется лимон. Или лимонное дерево. Лимонница. А вот еще один. Оранж, фрукт. Он цитрус, знай. Ну, оранж, это апельсин, вообще говоря. Что одно и то же. Он цитрус, знай. Кожуру с него снимай. Ну, а если ты герой, можешь кушать с кожурой. Я люблю. Так. Давайте, я знаете, какое вам стихотворение такое прочитаю? Ведь день рождения бывает не только у вас, правильно? День рождения бывает у вашей сестренки, у братишки, бывает у мамы, бывает у папы, у бабушки, у дедушки, у ваших друзей. И вот это стихотворение, когда день рождения однажды был у мамы, у моего внука Саши. Вот. Ее зовут Света, она моя дочка. У нас мама Света. Да. Видите, как стихотворилось? Вот и смотрите, Саша пишет поздравления. Вы же тоже маме подписываете какие-то открытки. Вот однажды Саша написал. Он про себя, конечно, все знает. И что он маме пообещал. Мама, может, я вчера тебя не слушал, может быть, чуть-чуть сестренку обижал, может быть, опять в обед я суп не скушал, может, брюки на прогулке разорвал. Верь мне, мама, так оно само случилось. Я не знаю, как, зачем и почему так игралось, елось, чем-то зацепилось. Мне неловко, даже стыдно самому. Вижу, мама, ты огорчена немного. Да, тебе от этих шуток не смешно, но глаза твои уже не смотрят строго. Ты меня ведь любишь, мама, все равно. Я тебя с днем рождения поздравляю, мама. Вот так Саша написал. Он признался, что у него бывают какие-то недостатки. Но мама его все равно любит и такого, потому что он ее сын. Правильно? Да. А вот есть еще и бабушки. Как правило, бабушки какие должны быть? Добрые. Добрые. Правильно. Как тебя зовут? Красивые. Андрюша. Хорошо, молодец, ты правильно сказал. И вот про одну такую добрую бабушку, у которой есть внучка, а есть еще и кот. Бабулечка Надя сейчас занята. Рубашечку гладит, не видит кота. Но вдруг услыхала, как носится кот из комнаты в кухню и наоборот. А внучка Настена бежит по пятам и вместе с котом создает тарарам. Задам непоседы вам перца поди. Ой, кто это скачет теперь впереди? Сплеснула руками, поставив утюг. Совсем шалунувые отбились от рук. А Настя смеется и мчится вперед. За нею припрыжку взъерушенный кот. Видели когда-нибудь такую картину? У вас как-то милый? У нас. У нас. У белого красителя. Когда внучка была вот такого же возраста, как и. Кстати, ребята, а я забыл спросить вас. А сколько вам лет? Вось. 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 Это значит... Давай я гадаю. Значит, вы учитесь во втором классе, в третьем классе. Есть кто в четвертом классе учится? Нет. В четвертом классе. Вот. Значит, второй, третий, четвертый класс. Я, значит, угадал. Вот как раз у меня Юлечка, внучка, училась в таком классе. Первый. А это хорошо. Первый. Когда она такая была, ей подарили котенка. И вот смотрите, я расскажу. Он необычный кот был. Совсем не такой, как вот многие видели. У него порода хитрая. Я потом обозову ее. А назвали его Ерофеть. Вот представьте. У нас появился в квартире котенок. Полозочку серую, юркий бесенок. Как молния быстрых. И любитель играть. О нем я хочу вам сейчас рассказать. И мама, и папа его, между прочим. Из кожи курильстых. Породистый очень. Он тоже курильский бабтейм. Вот так называется порода. Посему условия все создаем мы ему. Так, давай я тебе, Андрюша, буду тебе читать. Чтобы ты меня слушал. Из блюдца не пьет наш котенок бедовый. Из банки он любит лакать трехлитровый. Из двух полных банок с прозрачной водой Котенку устроили мы водопой. Похрумкает корм, полакает водички И прыг под оконник. А там кто? Птички. Лежит растянувшись, он в полный свой рост Ленющие лапы и бобиком хвост. Однажды такую застали мы сцену. Котенок на мамину прыгнул драцену. Этот цветок такой большой. Случайно немного ее ободрал И сразу под стол от хозяйки удрал. Напрасно кричим мы разбойнику Брысь! Была его предком, наверное, рысь. Ковер, занавеска, диван и цветок Сбирается лихо в один лишь прыжок. Решили, чтоб целым остался наш дом. Построить решили коту в катодром. Вот целое дерево. Лезь камелок. На полку под самый почти потолок. Коза сбегу взлетает. Лишь треск от когтей. Котенок потомок когтистых зверей. Знать наши старания он оценил. На полку игрушки свои затащил. Ах, милый разбойник! И ласковый плут. К нему после школы ребята бегут. А он их встречает у самых дверей. А как же котенка зовут? Ерофей! Вот. Значит, вот это все такие стихотворения с днем рождения связаны. Котенка тоже на день рождения Юле подарили. Такие тоже податки. Кстати, из вас никто не назвал, что он любит в качестве подарка кого-нибудь живого. А что ты можешь сказать? Котенка. У тебя что? Кому живого тебе на день рождения подарили? Вася. Кошку. Кошку. И тебе тоже? У меня декоративного кролика. Кролика декоративного. Вот как здорово. Молодцы ребята. Хорошо. Дальше. Значит, а вот теперь то, что я вам обещал. Значит, есть у меня такие стихотворения, которые называются, ну, заказки, я бы так сказал. Только они необычные. Значит, я буду читать вам стихотворение, а вы будете слушать, чтобы потом, в самом конце, разгадать, что это на самом деле. Вот смотрите. Убили себе ножики, весные братья-ежики. Зимою взяли тапки, надели их на лапки. Все тапки дегтем смазаны, и к ним ножи привязаны. Вот крепко стянуты шнурки, по льду бегут перегонки, быстрые, блестящие и легкие, на лапках ежиков. Каньки. Ну, давайте хором все сразу. Каньки. Чтобы я сразу слышал. Весь. А вот смотрите. Вот это вы все знаете. Пыль наполнила квартиру, собираясь в облака. Нынче праздник Майдадыра, праздник тряпки и совка. Так, выметаем мы бумажки из-под нашего стола. Паучки, жучки, букашки. Маш из дальнего угла. А теперь чихнуть желаем. Чхи чихнули восемь раз. Чхи и снова подметаем. Чем? Ответьте нам сейчас. Метлой. Метлой. Или еще как она называется? Бабра. Бабра. А еще как? Пылесос. А это потом будет. Веником кто-то сказал. Правильно, веником. А вот смотрите, значит, предположим, уже наступает вечер. Дело близится уж к ночи, потемнело за окном, только мальчик спать не хочет. Глазки хлопают, как днем. Уговаривает мама, положи ладонь под ушко, ну не будь таким упрямым. Усыпит тебя подушка. А почему, интересно, мальчики отвечают про подушку, а не девочки? Мальчики, что ли, лучше спать любят, чем девочки? И гул, чтобы там про мальчика селать. Да? Думаешь? Хорошо. А вот тут есть такое интересное, про инструменты. У кого-нибудь есть дача? Нет. О, почти у всех. И на даче, наверное, и бабушка работает, и дедушка работает. А у меня бабушка самая дача фруктеров и ловушек. Отлично, молодцы. У меня своя. Вот смотрите, я вам дал такую подсказку, а теперь вы слушайте и попробуйте отгадать. Строил дедушка избушку возле леса на опушке. Все привез на место стройки. Вот мальчики должны знать, что там строитель должен привозить. Бревна, доски, балки, стойки. А вчера привез утра дрель, пилу, два топора, гвозди, паплю, мох с полота. Правда, нет еще чего-то. Чем, позвольте вас спросить, гвоздь бревной ему забить? Сел подумать на пенек. Вспомнил? Это же топора. Правильно. Подгадали. Молодцы, как вы дружно. А вот смотрите, такой вот еще инструмент есть интересный. Есть инструмент у плотника, по дереву работника. В своем он носит ящички, пилу и молоток, стамеску и линейку, киянку, клещи, рейку. Но чем он собирается срубить большой сучок? Бревно весь сучковатое, как чудище рогатое, лежит и усмехается. Как это называется? Подходят лесорубы к нам. О чем тут разговор? Все ясно, мастер плотник. Возьми-ка ты. Та-а-а! Молодцы, ребята, вы хорошо инструменты знаете. А вот я проверю, а как вы знаете домашних животных? Возвращаюсь как-то раз к себе домой. Слышу грозное шипение за спиной. Испугался я, ребятушки, всерьез. И в сознании возник такой вопрос. Кто на нашей тихой улочке опять стал прохожих так бессовестно пугать? Ну не змеи же в поселке завелись и по улицам тихонько расползлись. Нет, решил я. Будь что будет, обернусь. И с разбойником сейчас же разберусь. Говорю себе, будь смелым и не трусь. Обернулся, крылья, шея. Это ж гусь. Правильно, ребята. Ой, слушайте, я вам еще расскажу. Я вот в эти выходные, вот вчера-позавчера, ездил на машине в Эстонию, в Таллинн. И когда мы ехали вдоль дороги, прямо целые стаи гусей летали. Они пересекали дорогу, а на одном поле, вот все поле было усеяно гусями. Вот некими гусями, недомашними, конечно. Они, вся стая села на поле, и они там решили немножко отдохнуть и подкормиться. Они там сухую травку, может быть, какая-то уже зеленая вылезла, кушали. Я думаю, что и потом дальше полетят. Вы уже кто-нибудь видел на небе гусей пролетающих? Видели, да? Вот видите, весна наступила, гуси полетели с юга на север. А вот смотрите еще такое. Это уже недомашнее животное, но очень интересное. Может быть, кто-то из вас когда-то видел. Всей семьей и с водителем папой мчимся мы на машине в Анапу. Там на пляже горячий песок, пахнет солью морской ветерок. Лежит берег зеленый прибой, приглашает нырнуть под собой. Краб к лишни растопырев сидит, на отшельника рака глядит. Рыбы в стайку сомкнувшись плывут и не знают, что их уже ждут. Ведь над рыбами есть господин черноморский, веселый крокодин. А вот и не угадал. А вот и не угадал. Вот кит это уже близко, но черноморья киты не бойся. А я про краба говорил. А вот знаете, он действительно относится к китам. Но он небольшой, маленький, очень веселый. Тепло, тепло, но не горячо. Тельфин, правильно. Аня, тебя как зовут? Ваня. Вань, вот. Знаете, кто тебе так и пригадал, потому что она видит плыва, тельфинка. Ну вот, видишь как. Получается, Аня и Ваня тоже что в ритму отгадали одновременно. И ты тоже отгадал. Молодцы. А вот это уже рыба. Посмотрите, тоже большая и очень серьезная. Говорят, что это рыба. Габрый хвост и плавники. Но встречаться с ней, спасибо, не желают рыбаки. На кого она похожа? Не покрыта чешуей. У нее на теле кожа. Ну а зубы, ой-ой-ой. Давайте я дочитаю, чтобы в самом конце все вместе сказали. Нет ее ужасней в море. Беспощадна и умна. Среди волн в морском просторе. В страхе держит всех она. Молят бога серфингисты и пловцы-аквалангисты. Чтобы к ним не повернула эта хищница. Акула. Молодцы. Вот видите, вы животных тоже хорошо знаете. А смотрите вот такое, например, стихотворение. Угадаете ли вы, потом мне назовете, и как зовут, и что это такое. Смотрели дети мультики. Где монстры просто жуть. Потом Сашуле с Юлией все было не уснуть. Казалось им, что в комнате во всех ее углах рычат и стонут чудища, внушая детям страх. Но все-таки уставшая уснула детвора. И спали Саша с Юлией до самого утра. И потому не видели чудовищный кошмар. Летал над их кроватями чудовищный... Кошмар. Комар. Комар. Правильно, правильно. Молодец, догадал. Ты, наверное, на даче был? И когда спал, над тобой тоже летали комары. Да, нет удачи. Вот. Все время мы с Кристиной смотрели, нет ли комаров. Да. Комар такой маленький-маленький, но такой ужасный. Он такой неприятный. Он профил. Правильно, он профил. Проводится. Совершенно верно. А вот смотрите, интересно еще такой рассказ, который я однажды сам подсмотрел. И это было у нас дома. А называется он... А, это загадка, я вам не скажу. Чай пила печенье Маша. Есть у нас Маша? О, Маша есть. Хорошо. На плите стояла каша. Суп в кастрюле остывал. Папа маме вдруг сказал. Душно что-то, нету сил. Взял и фоточку открыл. В кухне что-то зажужжало. Кошка-рышка тут же встала. С дыбив шерстку напряглась. Прыг! На полку забралась. Полетела вниз солонка. Соль обсыпала котенка. Выпочив глаза от страха, он скачал единым махом. Прямо маме на плечо. Маме стало горячо. У плиты она стояла, чуть-чуть не рассчитала. Угодила в суп рукой. Ах ты, Басик, без какой. А жужжалка все жужжит. Рыжка тоже не сидит. За навеску вот дела. Уцепившись сорвала. Прыгнув прямо на окно, папа молвил. Как в кино. Настоящий боевик. Тут раздался Машин крик. Басик с мамой сиганул. Чашку Машину столкнул. Рыжка, Басик оба скачут. Мама с Машей чуть не плачут. В кухне полная разруха. Залетела в кухню... Муха! Правильно. Вот какую беду устроила одна единственная муха. А вот смотрите, такая еще. Это вы, наверное, отгадаете, что есть очень опасное в жизни. Рыжий, рыжий, что ты пляшешь? Извиваешься, гудишь, языками злобно машешь. Все запал, не утолишь. Облизал дрова в кострище, всю березку проглотил. Приключений, что ли, ищешь? Лишних, что ли, много сил? Я их прям буян известный. Все мне в мире по плечу. Коль мне в печке станет тесно, вырвусь, с ветром полечу. Напугаю всех пожаром. Ты рукой меня не тронь. Ведь зовут меня не даром, словом пыжащим. Но как вы здорово отгадываете. Просто вообще очень здорово. И вот еще одна, в данном случае, последняя загадка. Потом будут другие стихотворения. Говорливая, бурливая, громко-говорливая. Ледники ее пизают, скалы круче обжимают. Камни, брызги, стремнины. Вот такие здесь картины. Оттого и длинная, что она равнинная. Грусло тихо улеглась, из притоков напилась. И спокойно круглый год в океан она течет. Чтоб запутать вас слегка, тут подвох для знатока. Потому что та и эта называется... Река! А вот смотри, вот, река. Правильно, молодец. Потому что, видите, у меня огадки, они в рифму идут обязательно. Вот тут обязательно знатока, река. А никак не вода. Вот смотри, значит, скажите, пожалуйста, кто из вас любит сказки? О, а что, не все? Я думал, вообще все дети любят все сказки. Я люблю сказки. Ну, замечательно. Ну, сказки же разные бывают, да? Есть сказки фантастические, есть сказки про каких-то сказочных героев, там, Бабу-Ягу, еще кого-то. А кто знает такую сказку Репка? Я знаю, что вы можете рассказать. Это, наверное, такая сказка, которую вам рассказывали, когда вы были сейчас совсем маленькие. Хорошо. Давайте, я вам сейчас расскажу тоже сказку Репка, но ту, которую я придумал. Она повторяет сюжет известный, но там много интересных своих. И называется у меня это «Новая сказка Репка». Жили-были в деревушке, в маленькой своей избушке, дедушка-бедок, по лесам за грибами ходок, да бабушка-старушка, в молодости веселушка, да девочка-внучка, помощница-небелоручка, да жучка-собака, зря не лает, лишь хвостом виляет. А еще муська, рыжая кошка, ленивая немножко, и за печкой в морке мышка-егорка. Да, всяк в избушке дело знал. Дед грибы до ягоды собирал, бабушка печку топила, то бог послал, то и варила, на стол поесть собирала, никого не забывала. Внучка кашек кушала, да дедовы сказки слушала, жучки-похлебка в миске, молочка в чашке, киске, а мышонку-егорке, крошек целая горка, вроде бы и хватало, но сладкого им не перепадало. Как-то в месяце мая прилетело скворушек в стае, да один скворушка обронил из клюва зернышко, упало круглое зернышко, и вот прямо дедушке в огород. Да так ловко на грядку, будто так и надо для порядка, а тут дождик припустил, зернышко промочил, через день-денек показался первый листок, а за ним и второй. Ой, вот ведь случай какой! Утром солнышко поднимается, дедушка в огород направляется, да удивляется крепко. Откуда на грядке репка? На ветке черный скворец, ох и мастер-певец, ты скворечник смастерил, деточек моих приютил. Скворушка-женушка рада, а тебе, дедушка, награда. Идет бабушка с водицей, кланяется птице, да репку поливает, землицу к ней подсыпает. Растет по своим срокам, наливается репка соком, толстеет, округляется, уже на грядке не помещается. Дедок руки потирает, скворца добрым словом вспоминает. Бабушка-три слепила горшка для репки, что желта, желта за все сладка. Внучка бабушке помогла, горшки печки обожгла, жучка на сорок-воровок гав-гав, в огород залетать не дам. Муська у репки сидит, ушки торчком и глаз приоткрыт. Шасть была крепкий злой козел, дедок его палкать. Пошел, пошел, зришься, козел, додерешься, ничего, рога ты не дождешься. Дрозды стаи налетели и клевать рап репки не сумели. Муська тигриты рычала, до смерти их напугала. Присполз под землей соседка, из кучи хлама медведка. Только зубы навострила, да не тут-то было. Спас репку мышонок Егорка, хрум медведку и норку. От репки дух сладкий идет, сигнал подает, копать тянуть меня репку пора. Зови, дедушка, всех со двора. Звал дедок бабушку и внучку, втроем звали жучку. Кошка Муська уж тут была, мышонка Егорку звала. Скворцы песни поют на ветке, сам скворец, женушка и его детки. А как репку стали тянуть, помогали свистом. Фьють, фьють, так получилось дружно. Вынули репку, как нужно. Вот так репка, сидела в земле, очень крепко. Да не стала упрямиться, кто с ней с ласкою, дала справиться. А потом что было? Бабушка кашу с репкой варила. Да блины до весны пекла. Патока у внучки по губам текла. Дедок квас из репки пил. Да сильно хвалил. Каши, поев жучка с кошкой, лизали сладкие плотки. Репки сахарную корку. Грыз в норке Егорка. Да, вот так. Видите, этой репки всем хватило. А все произошло от того, что дедушка был добрый, он домик сделал для скворца. И вот получилась такая вот интересная история. История? Да. Я сейчас еще прочитаю вам вот из этой книжки парочку сих порений. Скажите, у кого есть кто-нибудь дома еще маленький? Братик или сестричка? У меня четыре сестрички. Ух ты, здорово, котанечка. У меня четыре брата и у меня сестрички. Ну, шесть сестричек? Да? У меня пять сестричек, братик. А вот такие совсем маленькие есть? Два годика, три годика есть? Да. У меня четыре. Да, четыре годика. У меня еще столько сняли. А скажите, у вас, вот ваши маленькие, они уже научились говорить? Да, моя, да. Да. И четыре. Еще, может быть, не совсем хорошо, да? Ребятки, послушайте о том, какое слово придумал мой маленький внук, когда он был маленький совсем, Саша. Вот называется сих порений необычное слово «га». Вот вы знаете, что такое «га»? Не знаете. Давайте я вам сейчас расскажу. В гости мы приходим к внуку. Он бегом бежит к дверям. Весь сияет, тянет руку, говорит, и улыбку дарит нам. Говорит, не умолкая, мама, папа, баба, дай. Вдруг сказал он «га». Не знаем, что за слово. Отгадай. «Га», показывает Саша, то на стул, то на кровать, то на ложку, то на кашу. «Га». Ну, как его понять? В телевизоре мультяшка? Ну, конечно, это «га». По столу ползет букашка. Саша пальчик тыщет. «Га». Пылесос за провод тянет. «Га». Мотор покутит. Чисто вновь в квартире станет. «Га». Наш внучек говорит. Вот так слово. Из какого взял его языка? И откуда это слово? Не додумались пока. Может, только наша Юля разгадает. Может, только Юля наша разгадает наконец. Что за «га» придумал Саша, наш веселый сорванец? Вот. Видите, какое слово? Которое все, что угодно может обозначить. А вот скажите, пожалуйста, кто... Ну, признайтесь, кто из вас не сразу стал говорить букву «Р»? Опа! Видите, как? Это сложное дело. И вот смотрите, что было, когда Саша тоже не умел говорить букву «Р». Вся семья большая наша сполошилась. Это Саша. Вот уже который час беспокоится у нас. Как позвольте вас сполосить букву «Л» поизносить? И чего мне начинать, чтобы однажды залнычать? Вы, конечно, догадались, почему мы все сбежались. «Р» — причина всех проблем. Есть о чем подумать всем. Вот задача, так задача. Мама Света чуть не платит. Я когда учила «Р», был тогда СССР. Так страну тогда когда-то звали. И ребята изучали на подобном сокращении буквы Р произношение. Папа Вова засмеялся и, сказав прости, вмешался. Под окном моя машина. Я на все готов для сына. И давайте я на спор заведу сейчас мотор. Саша рядом постоит, порчит и порычит. Этот способ мной проверен. Скажет Саша, уверен, ты уверен, а я нет. В разговор вступает дед, тот, что в садик Сашу водит и гулять с ним часто ходит. Уж поверьте мне, как деду, надо завтра к логопеду рассказать об этой штуке. Все должно быть по науке. Это правильно, Геннадий. Ведь успеха дело ради, это бабушка Татьяна. Никогда, скажу, не рано заниматься обучением. Предложила бы я пеньем Саше заняться срочно. Эту «р-р-р-р» споёт он точно. С этим согласилась Вера, тётя Саша. Для примера спела два произведения в акафельном исполнении. А сестрёнка Юля встала на диван и затрещала. Тр-р-р-р-р. Чему же тут учить? Очень просто говорить. Саша слушал, 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 спор ни разу не нарушил. Я словами не сказал. эти строчки написал и вот сейчас будет для вас самое последнее на сегодня стихотворение потому что мы с вами разговариваем уже долго, когда вы захотите со мной еще встретиться, вы придете в эту библиотеку, и я тоже смогу прийти, и мы с вами еще пообщаемся а последнее стихотворение будет очень интересное оно почти на самую последнюю букву в нашем русском алфавите на юг правильно кто-то сказал на юг получилась такая история, вот я вас спрашивал есть у Юлечки, оказалось, что Юли здесь нет, но я вам говорю, что моя внучка Юля, и ей однажды в школе такое вот задание выдали ты должна что-то нарисовать про свою букву и рассказать, чем она такая замечательная, она думала, думала думала, думала, пришла ко мне и говорит дедуля, помоги мне пожалуйста что можно сделать с этой буквой Ю я говорю, хорошо Юля, я попробую и вот потом я попробовал, попробовал, еще попробовал и получилось вот это букву Ю свою люблю расскажу я вам про Ю Ю она в фюре и в брюкве в трюфеле, в изюме, в клюкве, в брюках, в блюдечке и в юбке жалко, что не ходит в шубке жалко, что не ходит в шубке утром в юбке Ю проснулась в трюке Ю перевернулась с юбиляром подкрепилась с юмором развеселилась буква Ю юлой крутилась в утюге остановилась с музыкантом спела блюз с буквой О вошла в союз Ю качает мама в люльке повар варит ю в кастрюльке хрюшка тычет нос в бадью тюрю хрюшки я налью ю в названии штата Юта и в полете парашюта ю как рыба судачок нам попалась на крючок в Юрмале мы отдыхали там юристов постречали был еще там мальчик Юра а без ю гулял там Шура Юрки бегал там щенок слюнки капали в песок Люда с тем щенком играла с Любой песни напевала есть у нас в России юг там весной цветет урюк с юга нам везут мимозы и шипа в колючих розы подарили юным леди розы мальчики соседей ювелиры в дню рождения им вручают украшения все что я про Ю узнала вам сейчас я рассказала почему так Ю люблю я у меня же имя Юля вот такое стихотворение запомнили? сколько слов на букву Ю ребята вот спасибо вам большое вы замечательно сидели очень хорошо слушали ну а как вы загадки разгадывали я просто восхищение вы молодцы вот я вам сейчас только напомню одну вещь действительно чем знаменит вот этот вот месяц март в котором мы еще живем ну-ка давайте послушаем так ну давай рассказывай ты чем знаменит месяц март кто ты запомнил? много праздников много праздников какие ты запомнил праздники? масленица да масленица сегодня мы какой праздник празднуем? библиотеки библиотеки книжкину неделю да 8 марта и вот еще Нина Николаевна вам тут называла несколько дней рождения знаменитых писателей и я вам продолжу то что Нина Николаевна сказала вот вы видели здесь портрет Корнея Ивановича Чуковского это знаменитый наш русский порет для детей который писал его день рождения 31 марта а кто мне скажет хоть как одно стихотворение называется у Чуковского кто мне скажет Мой Дадыр вот молодец Анечка видишь как ты вспомнила конечно у него стихов очень много но вот Мой Дадыр одно из самых любимых стихотворений а еще у нас да и про крокодила там и про фигуренную горе и телефон много чего есть а вот 13 марта был день рождения Сергея Владимировича Михалкова Сергей Михалков он тоже портрет был вот это тоже знаменитый детский писатель а кто знает у Михалкова самое такое знаменитое произведение книжка у него есть ну давайте я вам подскажу дядя Степа называется дядя Степа пожарник да 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 он там был и пожарником и кем он там не был он и моряком был и милиционером был в общем очень хороший такой человек который очень любил детей вот называли уже что 21 марта вот пятницу был семейный день поэзии 27 марта международный день театра и 21 марта еще было много дней рождения знаменитых композиторов певцов музыкатов действительно марта очень такой хороший праздничный месяц вы запомните ну самое конечно большой праздник это день 8 марта это праздник всех мам всех бабушек и всех девочек и девочек правильно все ребятки спасибо большое давайте похлопаем всех друг другу вместе до свидания мы с вами ось мы с вами ось ось мы с вами Продолжение следует...